Стратегию развития до 2030 года в эти дни разрабатывают в Федеральном центре нейрохирургии. Туда съехались ведущие российские медики и производители оборудования. Основной вопрос – импортозамещение. Ведь сегодня в России выпускают только 30% необходимых лекарств и 20% медицинских изделий. Татьяна Воротилова побывала на встрече. Этот аппаратный комплекс виртуальной реальности – новые достижения в цифровой медицине. Для пациентов после инсульта и профессиональных спортсменов – спасение. Аппарат помогает восстановить двигательные функции организма. Разработка отечественная, все комплектующие тоже наши. Тюменские власти сразу заинтересовались и предложили развернуть производство в регионе. Мы готовы давать облицами поддержку, не на слова, а на обычную поддержку, но и все. У нас полный конкретный вещь – это долевые ставки налогов в региональный бюджет, это деньги, если вы создаете производство по 1% на 5 лет. Это субсидии по оборудованию, на котором вы будете осуществлять такой сборку производства. Готов регион помочь эскадрами, в Федеральном центре нейрохирургии открыт пилотный курс по медицинской системе информатики. Мы обучаем здесь уже первую группу 25 инженеров непосредственно вместе на рабочем, чтобы теория не отрывалась от практики. Я думаю, это очень значительно большой шаг вперед. Главная цель этой конференции – наладить взаимодействие между медицинским сообществом и производителями, решить вопрос импортозамещения. Если в 2013 году у нас регистрировалось порядка 350-370 медицинских дел отечественного производства, то на сегодняшний день это уже более 500. Наше оборудование по качеству и по функционалу не уступает импортным образцам, и наши предприятия, они уже добились в этом больших успехов и по качеству сборки, и по тем технологиям, которые применяются. Поэтому мы с удовольствием покупаем сейчас российское оборудование, с учетом того, что оно еще и значительно дешевле. А функционал, в общем, тот же самый. Рентгеновское оборудование, компьютерные томографы российского производства уже широко используются. Сейчас специалисты Росздравнадзора ждут отзывов о других инновациях. И федеральный центр нейрохирургии выбран не случайно для этой встречи. Для нас очень важно экспертное мнение наших коллег при разработке и постановке на серийное производство высокотехнологичной медицинской продукции. Не секрет, что здесь центр оборудован самым лучшим на уровне мировым оборудованием. Наша задача, чтобы такое оборудование у нас началось производиться в Российской Федерации. Идей достаточно. Так ученые из Санкт-Петербурга знают, как лечить онкозаболевание безоперационно и перейти на новые малотравматичные манипуляции в нейрохирургии. Мы можем блестяще выполнить одиночные какие-то операции, какие-то выпустить одиночные приборы, равным которым нет в мире. А когда стоит задача распространения в массы, то есть в массовую медицину, в массовое производство, вот здесь возникают определенные сложности. В решении этого должна помочь стратегия развития медицинской промышленности до 2030 года. Предложения обсудят на конференции и представят правительству страны. Татьяна Воротилова, Антон Пригорницкий, Тюменское время.